Я все-таки считаю, что ведь пасторство не только совершение богослужения, ведь наша духовная школа, она призвана воспитать пастыря, что очень важно. Я понимаю, что нужны знания, без них никуда. То же самое там знание и догматов, и богословия, там всякие вопросы богословия, и основное, особенно священное описание, это все нужно. Но не нужно забывать, что все-таки каждый пастырь, он является личностью. И ему нужно помочь, воспитать его нужно, раскрыть в нем или помочь раскрыть духовные качества, то есть воспитать духовно. Должен ли священник питаться от алтаря, или, может быть, ему зарабатывать на хлеб чем-то еще, помимо служения? В городских церквах священник голодать не будет. Вы же говорили, что вы занимаетесь гимнографией, и, насколько я понимаю, сами тоже пишете тексты. Я стал автором службы новомочником Радонежским. Почему так? Вот как это решение назрело? Старичок такой благочестивый, он за меня ответил. Говорит, Владыка, да что я не знаю? Он говорит, он священником хочет стать, хотя я с ним не общался. Владыка на меня посмотрел и говорит, вот и давай. Поступай в Загорск, езжай, поступай в семинарию. Интересно, а что за статья могла быть? Да, оно связано с фанатизмом. Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач «Лица Академии». И сегодня у нас в гостях не просто пастырь, а, можно сказать, эксперт в пастырстве. Игумен Иоанн Самойлов. Здравствуйте, отче. Ну вот первый вопрос, он такой, с одной стороны простой, а с другой стороны сложный. Что такое пастырство? Ну, пастырство — это служение прежде всего. Служение Богу — это не работа. Это со стороны священнослужителя полная отдача себя и Богу, и людям. Ну вот, очевидно, что были разные периоды в пастырстве, да, были пастыри дореволюционного периода, были пастыри советского, исповедники, а потом, наверное, постсоветского периода. Ведь контекст, он менялся. Менялись ли сами пастыри и вообще какая специфика вот пастырского служения, может быть, сегодня, в отличие от тех периодов? Ну, конечно, время накладывает определенные условия, дает определенные условия пастырства. Если брать прошлый век, естественно, годы гонений, там говорить о пастырстве как таковом, наверное, едва ли. Это исключение просто из истории. А в целом, чем отличается? По сути, Господь призвал всех нас к служению, но оно не меняется. Меняемся мы, пастыри, потому что меняются люди, то есть кандидаты в пастырство. Вот, конечно, внешняя обстановка и мир таким или каким-то определенным образом влияют на воспитание, личное воспитание, становление человека. И, естественно, эти, так сказать, это воспитание мы привносим в наш мир. Потом, с другой стороны, очень изменилось общество сейчас. Если брать, вот, допустим, 60-е годы, 70-е, когда, например, я посещал церковь, церковь, вот, ну, совсем было все по-другому. Даже наше… А что изменилось? Наша святая обитель, даже Троицкая обитель Лавра, Ну, там было все более строго, как мне кажется, или помнится. Но в каком плане строго? В строгости, конечно, вот такого, что ли, благочестивого уклада жизни. Ну, вот братья даже взять, ведь раньше там в основном были такие уже старчики, которые прошли войну, прошли тюрьмы. И вот они несли свой подвиг, и, конечно, к ним тянулись люди. И было что спросить и послушать их из их личной такой жизни. Ну, а сейчас, наверное, еще остались, ну, уже, конечно, о скуде преподобной, так скажем. Ну, меняется пастырство, и мы, конечно, должны быть готовы ко всему, вот. Ну, не всегда хватает, я бы так сказал, признался бы даже, может быть, и опыта. Учитывая современные запросы общества. Ну, вот, кстати, интересно, вы сказали, что пастырство — это не работа. Но ведь священники не получают жалования от государства. Сейчас, кстати, часто дискуссия ведется по поводу того, вот, должен ли священник питаться от алтаря, или, может быть, ему зарабатывать на хлеб чем-то еще, помимо служения. Как вы думаете, вот? Ну, это зависит, наверное, от места, где служит священник. Категория духовенства городского, она в более таком лучшем положении, чем сельский священник. А у сельского священника, конечно, доход может быть скудным, где-нибудь в провинции вообще незначительным. Я вот знаю даже некоторых священников, которые даже, ну, получают свое служение даже не деньгами, а продуктами. И такие есть. Поэтому эти священники вынуждены думать о пропитании своей семьи. Ну, у нас сейчас разрабатывается документ, не случайно. те профессии, которые могут быть доступны, совместимы с пастырским служением. Ну, у нас как таковой мы не считаем, что это работа, ведь это неправильно. Если мы говорим, что пастырство — это работа, то, соответственно, работа, она подразумевает нахождение там рабочего определенные часы, там с восьми до пяти. У пастыря такого быть не может, потому что могут попросить какую-то требу исполнить в любое время суток. И причастить больного. И причастить больного. Поэтому это все-таки служение. Если священник все-таки переходит на категорию, считает, что это его все-таки работа, ну, думаю, что это, конечно, соответственно, автоматически уже как-то действует на его самодеятельность. Тогда работа подразумевает зарабатывание средств. Поэтому если у священника даже в мыслях, вот сколько там ему заплатят за ту иную требу, то это, так сказать, негативно сказывается на его просто личности как священник. Какая духовная профнепригодность наступает. Да. Вот показательные очень в дневнике отца Иоанна Кронштадтского, сейчас они стали доступны, как он боролся с этим чувством. Он даже писал, что вот сейчас вот пошел причащать. И такой помысл, сколько же мне заплатить? Господи, прости меня. Вот это истинное пастырство. Здесь уже что есть, то есть, чего нет. Мы должны, как благовестники, благовествовать. Это наше призвание. А уж благодарение за наше благовествование, оно отчасти зависит и от священника, конечно, каков пастырь. От того отношения. Да. Ну, это слово, конечно. Вы еще сказали, что сейчас совершенно другие вызовы стоят перед священством. Но вот мне вспоминается такая шуточная фраза одного из правящих архиереев, такой крупной достаточно епархии, что он говорит, у меня сейчас основная задача — загнать священников назад в алтарь. Потому что настолько много разных функций, и миссионерское служение, и молодежное, и туда идут, и туда идут. Но забывается то, что все-таки, наверное, главное — это же богослужение, это совершение таинства. Мне кажется, у вас кандидатская диссертация как раз посвящена вот этому вопросу по творению Иоанна Кронштадтского. Что вы скажете по этому вопросу? Ну, безусловно, конечно, пастырь, главное его место пребывания в храме — это престол. Потому что, ну, так отец Иоанн Кронштадтский понимал пастырство, хотя он очень много ездил. Но он в своих мыслях всегда проводил тонкую нить, красную нить, что пастырь — это ходатай. Ходатай за людей. Но где ходатай стоит? Конечно, пред престолом. Священник должен заниматься именно тем, чему он призван. Ну, это, конечно, прежде всего, это богослужение, совершение таинства. И это, конечно, окормление, совершение таинства покаяния, окормление от своей пасты, то есть руководство ей. Ну, а посвящение теорем, конечно, хорошо. Ну, можно помощников себе подобрать и не погружаться полностью в эту работу. Ну, вот руководство паствой, оно же предполагает, как и ранее вы сказали, что это не работа. То есть нельзя переодеться по расписанию, выполнить свои какие-то функции, а потом жить каким-то совершенно другим образом жизни. Всё-таки это предполагает некую целостность и внешнего вида, и образа жизни, и уклада семейного и так далее. Ну, безусловно, конечно. Пастырь должен быть прежде всего, конечно, отцом для своих родных детей и матушки, поддерживать её. Ну, и потом, конечно, паства. Оно должно быть сбалансировано. Вот нельзя оставить семью, только заниматься приходскими делами. Нельзя оставить приходские дела, только остаться с семьёй. Поэтому здесь, ну, вот какие рекомендации можно дать священнику? Что он, конечно, должен сообразовывать своё время. Нужно строить так неделю, не говорю там день, неделю, чтобы, конечно, обязательно был какой-то день, а может два, всё-таки отдых. Вот, потому что если работать без устали, то долго не протянешь. Вот, мы тут можем подойти ещё к другой такой серьёзной проблеме. Но хоть считается, что выгорания нет, это такой термин, он чисто светский. И богатый, конечно, не может выгореть. Вот, но тоже наш святейший патриарх однажды сказал, чтобы не выгореть, не нужно сильно загораться. Вот, то есть должен быть средний путь у пастыря. Не гореть, а светить. Светить. Абсолютно неправильно. Когда священник погружён только в приходские дела, воспитанием детей занимается матушка. Это абсолютно неверно. Должна быть гармония. И по тому, как священник руководит Малой Церковью, повторюсь, оценивается его пастырское служение. Вот тут как раз вопрос с языком богослужения. Звучат всякие голоса, что надо и там кто-то говорит на русский язык перейти, кто-то говорит о некой адаптации богослужения под современного молящегося. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я как всё-таки славянист и преподаватель церковнославянского в прошлом языке, конечно, я считаю, что это язык церкви, язык богослужения, и нужно постараться, ну, сохранить его. Язык всё-таки остаётся языком. Мне вот сейчас недавно пришлось прочитать хорошую статью по поводу тоже перевода на русский язык или адаптации церковнославянских текстов в начале прошлого века. Это было при будущем патриархе Сергии, тогда он был ещё архиепископом. И я посмотрел, немножко тоже задумался. Хотя я был, конечно, такого чисто, ну, как бы строгого взгляда, чтобы ничего не менять. Но что мне поразило? То, что, конечно, ведь тогда перед революцией работала группа богослов, я даже сказал бы там, в их числе, которые дали, на мой взгляд, очень полезные советы. Ну, например, они считали, что можно переставить слова в тропарях. Ведь почему сейчас непонятно богослужение? Потому что богослужение, допустим, взять службы Минеи, там, какие-то вселенским святым, то там ведь калька с греческого языка, там именно требовалась ритмовка, подстрой под ирмос. И поэтому часто бывало, что стоит сказуемо на конце. И для восприятия русского человека абсолютно бывает непонятно. Поэтому я считаю, что не такие, как догматики. Это уже как бы песнопения, которые положены на ноты. Ирмосы — то же самое, они уже известны. А вот сами службы, тропари в службах, даже стихиры, возможно, было бы поменять местами, изменить порядок слов, чтобы приблизить. Но какая-то минимальная работа по адаптации, мне кажется, велась как раз в издательском совете под руководством митрополита Петерима. Ну, там была не адаптация. Мы издавали богослужебные Минеи. Вот я как бы участие принимал. Значит, тогда вопрос встал вот как. К нам достался фонд священноисповедника Афанасия Сахарова. Младыка Афанасий много времени посвятил и сил посвятил именно литургическому богослужению или самому богослужению. И в нашем фонде оказалось его комплект Миней, где он все службы поправил. Собственноручно. Собственноручно, чернилами. Но что там? Мы тогда Владыку Петерима спросили, тогда еще отец Иннокентий был у нас, как бы заместителем Владыки Петерима, он богословский отдел возглавлял, просвирнен. И ему было поручено вот издание, вот это юбилейное богослужебных Миней. Так вот, все-таки, когда мы собрались вместе с Владыкой Петеримом, ну, почившего отец Андроник Трубачев, все-таки мы пришли к мнению, что правку Владыки Афанасия принимать преждевременно. А канон преподобного Андрея Критского, кажется, тоже какая-то работа велась. Нет, мы не меняли его. Для святейшего патриарха Пимена специально был отредактирован канон этот, когда он приезжал в Лавру, читал. Вот, ну, даже как сам Петерим, по-моему, как мне говорили, я не присутствовал на чтении, но подьяконы говорили, что он все-таки пользовался тем текстом. Оригинальным. Оригинальным, да. Поэтому, что касается богослужебного адаптации, здесь нужно осторожно. Вот, все-таки изменить порядок слов, я считаю, что это можно. Но редактировать... Или переводить. Переводить. Это уже... Здесь уже надо, как бы, ну, с рассуждением. Отче, вы преподаете практическое руководство для пастырей, ну, и ряд других вот пастырских дисциплин. А что это такое? Чему вы учите студентов? Практическое руководство для пастырей — это предмет, который дает, ну, наверное, ну, не так скажу, что там дает знание. Дает, может, предварительные понятия о том, как совершать богослужение. Не символика, а это, например, новое таинство крещения. Понятно. Установление таинства, вот даже схема. Но как совершается? Что нужно? Облачение. Какие предметы используются? Вот даже то же самое вот оглашение перед таинством крещения. Какие темы? Как взять там младенца, ребенка, чтобы его не утопить? Каким образом, чтобы... То есть именно... Как этому можно научить в теории? Ведь студенты, они еще не могут практиковаться? Ну, примерно показываю. Допустим, как помазать. Беру прям ручку. Вот. Как помазывать, как благословение, как персты складывать. Они складывают. Но это вещи такие более внешние, внешние. А вот все-таки можно ли научить пастырству в рамках духовной школы? Или это уже раскрывается потом в течение служения? Ну, пастырству... Чему-то можно, чему-то, наверное, нельзя. Ну, конечно, вот практика — это то, что, наверное, я скажу так, не все можно. Что-то можно, но не все. Но в нашей церкви есть еще какая форма? Вот когда рукополагают священнослужителя, то он направляется под руководство, ну, так было, по крайней мере, благочинного, который должен научить его совершать таинство. Ну, как правило, священник этот направляется в такой приход, ну, где он может реально видеть, спросить, и которого могут проконтролировать... Более опытные. Более опытные. То есть опыт приобретается, понятно, уже непосредственно, личный, когда ты становишься пастырем. Вот. Ну, это хорошая, в общем-то, у нас такая возможность. Но я все-таки считаю, что ведь пастырство не только совершение богослужения, ведь наша духовная школа, она призвана воспитать пастыря, что очень важно. Потому что если, допустим, ну, пастырь сам является, ну, так скажем, духоносным, духовным человеком, то, естественно, он свой опыт духовной жизни передаст другому, то есть пасте своей. Если же он таковым не является, ну, как он может быть образом для пасты? Образ будиверным словом, житием и так далее. Поэтому прежде всего здесь ведь надо, чтобы студент осознал, что, находясь вот в стенах, и это часто на лекциях даже вот отвлекаюсь, особенно вот, когда преподаю катехирис, говорю молодым людям, что они сейчас должны воспитывать себя, оберегать себя всячески от всяких злых привычек. Если есть возможность с кем-то, с духовными людьми пообщаться, нужно это делать. Нужно подвязаться самим лично, то есть наладить свою духовную, личную жизнь. А здесь-то ведь все условия созданы. Это прежде всего должен сам решить для себя студент. А школа, она поможет. Ведь насильно не воспитаешь. Вы преподаете в Московской Духовной Академии уже 30 лет. Ну, чуть больше. Как так сложилось? Да. Ну, я честно скажу так, что я не мечтал о преподавании. Поступил учиться в семинарию, при этом внес послушание в издательском тогда еще отделе. Сейчас он уже совет тогда был. Вы же до этого уже 10 лет там работали. Да. С 76-го года я в издательском отделе работал. Но в семинарию поступили не сразу. Я поступил в семинарию в 83-м или 84-м. 84-м. Почему так? Вот как это решение назрело? Отец Анатолий, здесь я, конечно, могу ответить, но, понимаете, я, конечно, Богу благодарен за все. Но у меня был особый путь, так скажем, к пастырству. Священником я хотел стать еще будучи юношей. И на меня большое впечатление, конечно, произвел, я жил в Караганде, вот, и родители мои были верующими людьми, особенно бабушка была очень благочестивая. И в Караганде, если вы знаете, там был Карлак, Карагандеевский лагеря. В этом Карлаге сидел преподобный Севастьян Карагандинский, который сейчас уже канонизирован. И вот, по сути дела, он-то и основал вот в этом городе, где я родился, в Караганде, вот эту первую общину. Это 53-й год, по-моему, когда он освободился. И когда я родился, он меня крестил. И мои родители имели такой контакт и с отцом Севастьяном, особенно бабушка. Я даже помню, как он даже к нам домой приезжал. Мне тогда лет 5, наверное, было. Ну, это как бы прелюдия. Почему? Вот. А потом, когда он в 66-м году умер, то я не знаю, почему так сложилось, хотя были очень суровые времена. Нужно понимать, что тогда даже учиться в школе средней, сказать, что ты верующий человек, это было, ну, небезопасно, по крайней мере. Исповедничество. И вот когда приехал Владыка, тогда был Иосиф Чернов, то он приехал как раз на престольный праздник. Там храм в честь Рождества Божьей Матери. Я как раз пришел на богослужение. Владыка после богослужения, ну, как народ подходит, благословлял всех, подошел и я. Он им говорит, «Да как тебя звать?» Ну, я назвал. «А ты кем хочешь стать?» Конечно, у меня было уже желание стать священником. У меня тогда было, ну, может, тринадцать лет. И я так немножко как-то смутился, «Не знаю», говорю. И там один такой был старичок такой благочестивый, он за меня ответил. Говорит, «Владыка, да чего не знаю?» Говорит, он священником хочет стать, хотя я с ним не общался. «Владыка на меня посмотрел и говорит, вот и давай, поступай в Загорск, езжай, поступай в семинарию». Мне тогда было лет, наверное, тринадцать-четырнадцать. Ну, для меня уже потом вопрос вообще был закрытым, кем я стану? Сказать, у меня все желания были именно поступить в семинарию и учиться, но Господь мне устроил определенные испытания. Вот. Когда меня призывали в армию, то ну, конечно, я только мне к ней сказал, «Ты, как бы, ну, не снимай крестик, уж иди, как есть, ты же верующий». Я по послушанию так сделал. Вот. Но думаю, что почему, поскольку меня было назначено, хотя я прошел все комиссии здесь, уже мы жили здесь в Струнино, из Караганды уже перебрались сюда, это был семьдесят первый год как раз, когда уже приехали мы во Владимир, последняя комиссия, у меня была сто тридцать первая команда, это морская авиация, в Калининград надо было мне ехать, служить там. Ну, посмотрели на меня, что я, так сказать, верующий, ну, и меня, так сказать, отправили обратно, не взяли. Ну, посчитали, наверное, ненадежным, с религиозными убеждениями. может быть, стройбат был, наверное, я бы проскочил. Но здесь вот получилось так. Ну, вот после этого, конечно, мне пришлось много, так сказать, еще потрудиться, чтобы и свое желание как бы исполнить, потому что, когда меня не взяли, мне определенную статью, так сказать, поставили в военном билете, которая не давала возможности поступить в семинарию. Интересно, а что за статья могла быть? Там она связана с фанатизмом. А, вот так. Фанатизм, да. Вот. Ну, так, значит, так. Вот. И я, значит, тогда, ну, конечно, расстроился. Мне было очень больно. И вот, можно сказать, вот 10 лет я подвязался, вынашивал. конечно, были испытания, думаю, сомнения, думаю, может, это не мой путь в пастырство, раз мне Господь не дает возможности учиться в семинарии, может быть. Ну, поступил, ради меня отец Иннокентий взял в издательский отдел. А чем вы там занимались, что из себя представляла работа вообще в издательском отделе? Ну, сначала я был младшим референтом. Мои обязанности были здесь, вот сейчас водяная башня в углу. Тогда это был филиал издательского отдела. Здесь был склад для литературы. Вот, я был кладовщиком. И параллельно мы занимались переизданием. Вот, настольная книга священнослужителя, да. Вот, я первый том не застал, уже второй и третий том, это вот «Житийные справки». Я уже помогал в этой вменейной группе. Вот, репринтно мы переиздавали, а кто их? Трево, постную, цветную. И я, вот, как бы немножко знающий славянский язык, тоже меня отец Иннокентий посылал в типографию. И я там проверял, там нужно было слечать две пленки. На одной пленке была красная краска, на другой черная, чтобы не было совмещений. Они накладывались, издавались. Потом расформирован был наш богословский отдел. отец Иннокентий стал больше заниматься такой работой представительской, там, русская библия у него был, проект большой. Минея передали владыке Тихону, тогда возглавлял тоже минеиную группу, ныне сейчас, по-моему, он Суздальский, Владимирский, Емельянов. Митрополит. Да, Митрополит. А когда уже владыка епископом стал, отец Андроник Перенял. Трубачев. А уже последние месяцы, ну, уже был заведующим отделом я, и последний Минея, это июль, август уже эту серию заканчивал уже я. То есть, вот, как бы, вот издательская работа. Вот издательский отдел того времени, это все-таки такое средоточие интеллектуальной жизни церкви, можно сказать. Что вам вспоминается с тех времен особенно? Ну, мне вспоминается, конечно, вот общение с теми людьми, которые уже многие, конечно, ушли в потусторонний мир, но вот, конечно, ладыка Петерим для меня это был не только для меня, для всех нас. Для многих. Это был, знаете, авторитет. Я, будучи сотрудником издательского отдела, был и под яконом его. Вот, мы ездили вместе на богослужение. Вот, он реально нам давал пример пастырства. и вы знаете, как он чутко, что ли, относился к близким. Ну, вот, просто деталь. Вот мы были подьяканы. Там, пять человек, шесть человек. Ну, надо было к ладыке вот это, казалось бы. Он для нас специально нашел одного чтеца, которого он считал, что он очень хорошо читает шестопсалмия. Приглашал издательский отдел, и этот чтец, мужчина, сейчас не помню фамилию его, видимо, он на Неждановой читал, он нам показывал пример чтения шестопсалмия. То есть, вот, ладыка до тонкостей все это, так сказать, ну, смотрел на нас, как на будущих, наверное, тоже. И вот это его, знаете, как-то вот такая близость с народом, казалось бы, вот, он не замыкался от людей. Вот там была старушка, там какая-то бабушка подойдет, кладыки, он с ней как на равных разговаривал. То есть, для него, вот, как вот мне показалось, как бы, ну, все были, как бы, равны, что ли, там, священники, там, или просто простой народ, даже скажу больше, что, наверное, простолюд, людинов он больше, так сказать, уважал. Любил кататься на лыжах, уезжал в Волоколамск. Там такая деревня была, пески, бабушка одна там, бабушка Маруся, вот сейчас не помню, Мария. вот представьте, это деревня, деревянный храм, и там никто не живет. И эта бабушка зимой содержала этот храм, топила там, подтапливала. А потом был Сретенский храм этот. И вот на Сретене владыка туда приезжал служить. И вот мы прослужим литургию, а потом там такая природа, там, горочки есть, и мы на лыжах катались вместе с ним. То есть, он вот такой простой был. Но при этом, что касается богослужения, все-таки стилистически он достаточно возвышенно его совершал. Ну да, очень так. Во-первых, у него голос очень хороший был, такой красивый голос. Вот. Но он не торопился, он так чинно все. очень любил Страстную Седмицу. Вот эта Седмица была всегда, мы проводили вместе с ним в храме Воскресенья Славущего. Вот что мне было еще интересно, я об этом не знал. Мы всегда служили там, ну, сочельник Рождества Христова. И вот обычно мы, как ты, раньше я так принял, что нужно причащаться на Рождество Христово. А тут, значит, вдруг мы приехали служить на сочельник, Владыка ничего не говорит, а в конце, когда уже служба кончилась, ну-ка, под Яко нам подошел и говорит, почему мы причащались сегодня? Ну, все как-то замялись, мол, что-то такое. Да вот, не знаю, что-то не подготовился. Я говорю, а я хотел причащаться завтра. Он говорит, все православные христиане стараются причаститься на сочельник. Вот для меня это было неким откровением. Вот, говорит, всегда в древности причащались и на сочельник, и на Рождество, если уж хотеть. Вот. Ну, вот потом Великий Четверг тоже все, и он обычно всегда после службы сам читал благодарственные молитвы. Потому что причащался обычно весь храм, и он просил, дайте мне очки, и я сейчас сам почитаю. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, и читал молитвы. Благодарствую. Вы же говорили, что вы занимаетесь гимнографией, и, насколько я понимаю, сами тоже пишете тексты. Можете сказать, какие тексты вами написаны, и как это вообще происходит? Вы знаете, я скажу немножко дальше. Интересный ваш, конечно, вопрос. Когда я еще был вот юношей, то мне вот, конечно, так вот благодарю Господа. Он таких мне дал увидеть пастырей, я бы даже сказал, святых. И вот благодаря отцу Иннокентию, когда я работал в Зайском отделе, я познакомился со схерхимандритом Виталием Сидоренко, глинский старец. Но то, что я сейчас могу говорить, что он по сути святой и прозорливый был. И вот когда он заболел, то отец Иннокентий приютил его в своей здесь квартире, на дому, на бульварной улице, он там жил, и нас, сотрудников, в частности, от меня, часто посылал к нему. И вот однажды я пришел к нему, а он имел обыкновение все время поминать такой большой синодик у него. Ну, он понимал просфор, на просфорах, давал нам задание послушания, читайте. Вот мы читали, он поминал. И вот однажды он говорит, тогда я был еще с Сашей, Саш, а вот ты не знаешь, а у тебя есть такой один интересный талант, о котором ты не знаешь. Ну, как бы я, знаете, как-то, ну, как-то спрашивать какое-то любопытство, думаю, ну, может, потом узнаю. Я долго не мог понять, а что он имел в виду. А потом я все-таки уже сейчас я четко понимаю, что он, конечно, говорил о гимнографии. Потому что так случилось в моей жизни, что когда я закончил академию, казалось бы, да, я увлекался пастерством, но меня оставили при академии и дали мне предмет церковно-славянского языка. И вот таким образом я, видите, уже занимался богослужебными книгами, уже все мне это были изданы, юбилейные. Конец был 92-й год. вышло. И как раз тут же меня назначают славянский язык преподавать. Может быть, конечно, руководство тогда владыка Александр был, Тимофеев, может быть, они и учитывали, что я занимался изданием миней, поэтому и поручили мне церковно-славянский язык. Но это для меня, так сказать, тайна остается. И вот здесь я уже, знаете, вплотную соприкоснулся с богослужебными текстами. То есть мы со студентами стали, ну, я давал, конечно, задания контрольные, это разбор текстов. То есть брали мы тропари, кондаки, там, стихиры и их разбирали. Это мне очень помогло. И я вот в процессе своего преподавания очень хорошо изучил славянский язык и полюбил его. Я где-то, наверное, лет 10 преподавал церковно-славянский язык. И в 95-м году, когда я уже более-менее его освоил, меня тоже, помимо моей воли, пригласили в членство Синодальной Богослужебной Комиссии. Это 1995 год. Ну, для меня это была большая честь. Ну, владыка Алексей покойный, Фролов, вот, там, отец Матфей, такие авторитетные пастыри. Ну, вот сейчас отец Макарий еще остался. Отец Владимир Кучерявый уже умер. Вот, сейчас отец Сергий Правдолюбов, отец Андроник. И я стал учиться, смотрю, как они разбирают тексты, как, ну, дискутируют. Вы знаете, как ведь написать стихиру, это ж не просто вот взял там, собрал. Автоматически. Да, ведь здесь столько надо еще изучить и житие святого хорошо знать. Конечно, нужно иметь музыкальные способности, чтобы на глаз положить. Даже вот составленность стихира, как будто бы грамотно, но когда пропивается, она не ложится. Возможно, поменять место, потому что ударение в слове не там, а мелодическая астрофа должна совпадать. Вот, тут есть много приемов и нюансов, которые нужно учитывать. вот, и поэтому всегда, прежде чем отдать в Синод какой-то текст, мне давали его на проверку. Я все проверял еще, досконально прочитывал. Вот, и вот, вот эта любовь была привита мне благодаря вот участию, ну, конечно, сам я, может быть, трудился, и сейчас до сих пор вот тружусь. Вот, я скажу так, что, ну, меня, очень интересно для меня это творчество. Что я... Это требует какого-то вдохновения или каких-то технических вещей? Да. Ну, что я написал? Ну, не говоря уже, может, о многих тропарях, кондаках, там, новомучеников, ну, понимаете, дело в чём? В 2005 году ещё у меня Владыка Ювеналий сделал председателем епархиальной комиссии, то есть я был членом общецерковной, да, синодальной, а тут я уже председатель. И здесь как раз-таки в 2005 год мы стали очень активно заниматься прославлением новомучеников. поэтому я как бы был погружён в эту тему гимнографии и мы, я скажу, наша комиссия, богослужебная комиссия, апархиальная, ну, так, порядка 20, наверное, служб написали мы. Я стал автором службы новомочником Радонежским. Эта соборная служба, она оказалась как бы четырёх уровней. Это братья лавры, это преподаватели академии, священнослужители благочиней, просто миряне. И вот, по сути дела, ну, стихиры писали мы с отцом Андроником, мы посвятили несколько заседаний, когда получили благословение уже от святейшего. И вот эту службу мы написали. Часть тропарей, которые включены в канон, они просто взяты из тех служб, которые, ну, может быть, я написал, там, допустим, я ещё написал полностью службу преподобному ученику Феофану Графову. Это вот как раз тот преподобному ученик, новомученик, который служил в нашем Успенском соборе на Болотной улице. Отсюда он был взят и расстрелян. Потом, ну, не расстрелян, он в Каргополь был сослан и там, в общем-то, умер из-за тяжких работ не выдержал. Вот. Потом вошли тропари тоже мученик Татьяна Гримблит. Кстати говоря, вот это тоже уникальная святая, новомученица, которая повторила в точности подвиг великомученицы Анастасия Возрешительницы. Она ходила по тюрьмам и многим архиереям, которых она знала, передавала всякие передачки, поддерживала как могла. Рискуя жизнью. Рискуя жизнью. Поэтому она и в Казахстане известна, и в Сибири. В общем, закончила жизнь. Она здесь, в Московской уже нашей области, в Константинове. А сейчас вот даже в Реутове есть предел в честь мученицы Татьяны Гримблетт. Ну и в частности, мы, поскольку это Московская новомученица, мы составили ей тоже отдельную службу. Да, очень интересно. Ну вот вы называли имена таких духоносных пастырей, фактически действительно святых. А можете вспомнить какие-то примеры, может быть, конкретные, которые поразили вас и, может быть, оказали такое значимое влияние на ваш духовный путь? Ну, конечно, безусловно. Есть с чем сравнить. Ну вот, конечно, отца Севастьяна я не застал, но так случилось, что у меня было тогда 11 лет всего лишь, когда батюшка уже умер, поэтому я его знал, советов только через родителей, как-то что-то они спрашивали, может, о моем воспитании, я не знаю. Но я сказал бы так, что отец на ум тоже заменил меня отца первоначально, потому что так вот промысел Божий. в 71-м году мне уже было 16 лет, наша семья из Казахстана переезжает в обитель, можно сказать. Мы очень любили Загорск, потому что тут Лавра. Первое наше паломничество в это место святое было в 68-м году, мне было 13 лет, тогда мы познакомились и с отцом на умом, тогда еще помню отец Виссарион, отец Кирилл, то есть вот эти все насельники они были, но вот эти вот, значит, отец на ум как-то он тогда очень был, знаете, в почитании, все к нему пытались приехать, совета спросить, благословение получить. Это вот конец 60-х годов, но в том числе, конечно, вот и мы приехали, но приехали и, конечно, спросили, как нам дальше у нас благословил переезжать, говорят, переезжайте сюда, и когда мы решили переезжать, там была такая духовностная старица, матушка Анастасия, она была прозорливая, духовное чадо отца Севастьяна, юродствовала, хотя отец Севастьяна ей запрещал, но как-то мы хотели заручиться поддержкой и пришли к ней, матушка, благословите, мы вот хотим переехать в Загорск. Она говорит, а зачем? говорит, а вот отец Севастьяна не благословлял переезжать никого, как немножко поставил нас в тупик. Но все-таки отец Наум, как бы мы уже считали его своим духовником, уже вот, поэтому мы решились переехать. И вот начиная с 71-го года, я стал, так скажем, очень близким к нему. И вот отец Наум для меня очень много сделал. В 76-м году умер мой отец, и по сути он заменил мне отца. Знаете, вот в 20 лет терять родителей, тем более отца, которого я очень любил, для меня это была некая трагедия. К тому же я не мог никуда еще поступать. Знаете, как-то вот так на распутье оказался. И вот отец Наум, ну, я скажу, у него был вот такой очень строгий подход к руководству, к пастырству, к духовничеству. Он такого, знаете, аскетического все-таки уклона. Вот. Ну, например, вот, он говорил так, он говорит, вот, у тебя сестренка есть, давайте-ка, читайте псалтирь пополам, каждый день. Десять кофизм ты первых, десять она, чередуйтесь. И вот мы так делали. Конечно, было трудно, но, вы знаете, я так благодарен, потому что для меня псалмы стали настолько они, знаете, ну, знакомые, свои стихии. Да. И, знаете, он был таким очень активным делателем молитвы Иисусовой. Вот. И он заставлял меня, в частности, давал уже мне, говорит, давай вот пятисотинное правило, научил, как, дал четки, говорит, давай, исполняй. И, кстати, вот у него постоянно в проповедях его, если вот сейчас уже многие издали, он очень часто говорил именно о молитве Иисусовой. Вот. Я удивлялся его, конечно, терпение вот на исповеди, ведь он практически каждый день, если это не праздник, он после братского приходил до обеда всего себя отдавал людям. Вот это вот как бы один человек, который, ну, может быть, как-то сыграл определенную роль в моем духовном становлении, но больше всего, конечно, наверное, если говорить о каких-то значимых моментах или чудесах, даже бы я бы сказал, это вот отец Анкрестьянкин, я, поскольку моя сестра старшая была его духовной дочерью, то я часто совершал паломничество к отцу Иоанну. Ну, как часто? Ну, в год два-три раза мы с ней приезжали. Вот. Сначала сестра моя прям жила в Печорах там, уезжала, уехала, там несколько лет прожила. И вот благодаря ее, конечно, я и хорошо стал знать отца Иоанна, и он хорошо знал всю нашу семью, и у меня сохранились письма его, всегда какие-то были вопросы. Вот он благословил меня на написание вот этой работы, которую я успешно защитил по отцу Ана-Кронштадтскому. Вот. Он благословил меня на пастырство, и он успел благословить меня на монашество. Даже так было все, знаете, необычно. Время шло, у меня, конечно, было желание монашество принять, вот, но, видимо, или он ей сказал, я, не знаю, но я одним днем, можно сказать, поехал, отец, он меня благословил, вот, через месяц, ему, я подал прошение Владыке Ювеналия, и он сам совершил мой постриг. Но что вот интересно в окремлении отца Иоанна, вот, могу провести параллель, если отец на ум такой вот более аскетичный, более строгий в духовном руководстве, то отец Иоанн, он более мягкий, вот, у него все-таки, так, знаете, вот, больше оптимизма, вот, он пытается вот так, как-то вот поднять, возвысить, укрепить, он называл это поддуванием, ну, что, на поддувание приехали, я говорю, ну, да, ну, давайте, вот, что-то пошутит, так, знаете, весело, всегда, и радостно. Очень позвольте сложный вопрос, такой личный. Вы много лет служили уже священником в статусе целебата, это все-таки достаточно редкий статус для русской церкви, только в 19 веке у нас был рукоположен протеерий Александр Горский, святителем Филаретом, ну, и сейчас как-то это не особо распространено, вот, каково все-таки было служить именно в этом статусе, не в монашестве, и не в семейной жизни. Ну, вы знаете, я ведь о семейной жизни не мечтал вообще, вот, у меня с детства я себя, ну, как бы такую картинку представил, что я буду в Лавре, что буду в монашествующем, вот, когда приехали мы в 68-м году первый раз в Лавру, я так, мне так понравилось, я со слезам уезжал отсюда, и когда мы переехали еще близ Лавры, это вот, Струнино, ближайшего места не было, я даже не помышлял о семейной жизни, все равно у меня оставалось именно желание, хотя, скажу, искушения были всякие, были хорошие у меня варианты жениться, но у меня как бы не было желания, поэтому я рукоположился уже 40 лет, а все эти годы, по сути дела, я был под крылом духовников, и мне было легко, какие-то искушения, но у меня поддержка была все равно поддерживая. Руководство духовное, здесь ключевой вопрос. Да, вот именно я скажу так, что именно поддержка, потом, у меня ведь, видите, духовники, монахи были, по сути дела, поэтому для меня не стоял вопрос. Это когда я просто был целебатом и отдавал себя, не имея никаких семейных обязанностей, полностью церкви, приходу, да, у меня было больше времени, а все-таки в монашестве надо вычитывать правила. И знаете, когда не вычитываешь его, я, конечно, пропускаю иногда, куда не деться, потому что бывает вот настолько занят днем, ну, времени просто нет, или сокращаю. Я даже часто отца Иоанна спрашивал потом, батюшка, ну, а так как вот? Он говорит, ты знаешь, говорит, я тоже сокращаю. Говорит, а как, ты вот так вот, половина, возьми, не полностью, половинка с одного, половинка с другого, с третьего канона, вот по шесть, говорит, а потом на другой раз еще шесть. То есть, ну, это вот... Жизнь. Да, жизнь. Поэтому, ну, все равно, когда ты понимаешь, что ты монах и должен, знаете, как-то быть на молитве больше, и когда ты это не делаешь, есть какое-то угрызение, испытываю угрызение совести. А в положении целибата, но там только, когда я служить должен был, я старался вычитывать полностью правила к опричащению. Вот. Поэтому, ну, конечно, есть там определенные другие подводные камни для священника. Я скажу так, что для семейного священника все-таки легче проходить пастырское служение в плане соблазнов. Вот. А когда священник неженатый, то к нему отношение, соответственно, противоположного пола, соответственное, значит, ну... Как неженатому. Как неженатому. Поэтому были искушения у меня, да, и серьезные искушения. Я могу сказать, что здесь, конечно, даже определенная строгость проявляться. Но я скажу так, что и сейчас вот я в будущем монах, меня влюбляются. Почему-то многие, да, хотя знать, что уже, ну, как бы, уже невозможно ничего, но так устроен человек. Искушения не есть всегда. Да. Где есть человек. Да. Поэтому в этом плане каких-то серьезных там не было, но искушения были определенные. Конечно, служение. Я вспоминаю, знаете, наверное, вот самые мои вот счастливые годы пастырства, это вот когда меня рукоположили и до назначения меня благочинным. Но очень мало времени, это всего три года. А потом, когда я стал благочинным, то сразу же я погрузился в должностные свои обязанности, оперативная работа, проблемы. Когда мне пришлось сразу столкнуться с многими трудностями определенными, но тоже связанными с церковной жизнью. Косьма Майюмский или Роман Сладкопевец? Роман Сладкопевец. Русский или церковнославянский? Церковнославянский. Отношения на приходе семья или строгая иерархия? Семья. Свечи и требы на пожертвования или по прескуранту цен? Пожертвования. Какой самый лучший богослужебный текст встречался вам? Для меня на самом деле это вся Страстная Седмица, но эпицентром всех моих переживаний это, конечно, вот Страстная Пятница, то есть Великий Четверток Страстные Утренняя Пятка. Утренняя Пятка, да. А неудачные тексты встречались? Неудачные тексты, но те, которые я не понимал, может быть. Какой бы вы хотели видеть Московскую Духовную Академию через 50 лет? Для меня она Альма-Матер на самом высоком педестале, чтобы она была, ну, могла способной воспитывать пастырей, достойных пастырей нашей Церкви. Спасибо очень за беседу. Пожалуйста, спаси Господь и -пожалуйста, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok